Возле прилавка с мясом и колбасами всегда очередь. Здесь продают халяльные продукты. Они из качественного мяса, уверяют производители. В нем нет вредных добавок и приготовлены по особым мусульманским правилам. Халялям у нас принято называть те продукты, которые являются чистыми, дозволенными. А харамы мы называем те продукты, которые не дозволены по шариату. Первое, если это не заколото по законам шариата. И второе, если там есть вредные вещества для организма, этот продукт содержит такие ингредиенты, то этот продукт тоже является запретным. Дословно халяль переводится как разрешенная. Сегодня индустрия этого разрешенного довольно широка. Еда, бытовая химия и даже запчасти для автомобилей. У халяля индустрии в России совсем небольшая история, около 26 лет. Сегодня налажен выпуск порядка 15 тысяч тонн халяльной продукции. В 2008-м организован и свой комитет по стандарту халяль, где каждый, кто хочет реализовать продукцию под мусульманской маркировкой, должен пройти процедуру сертификации. Изучаются сведения по составу ассортимента, а фирма проверяется на легитимность. Этот значок халяль, он не только со стороны шариата, а со стороны и даже биологии, химии проверяет состав продукции, состав продукта, товара. Естественно, спрос порождает предложение. И сегодня во многих магазинах, ресторанах, кафе можно увидеть вывески, что они со своей стороны нам предлагают халяльную продукцию, качественную, чистую продукцию. С начала октября комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Татарстана приступил к рейдам – цель выявления недобросовестных организаций общественного питания. По результатам проверки уже выявлены факты незаконного использования знака и зафиксированы случаи отсутствия или просрочки сертификатов. Можно ли верить в маркировке халяль? На глаз – вряд ли. Лучше удостовериться и запросить лицензию либо сертификат у продавца. Если его нет, то любой человек может обратиться к председателю комитета по стандартам халяль. Продолжение следует...